Правду о том, работает ли он соло. Кстати, да. А если вы уходите в какое-то место, где у вас очень плотный жир, плохое кровообращение, и он как-то инкапсулируется, то у вас может через 4 часа быть практически гормон в референдер. Не потому, что он плохой, а просто потому, что он не рассосался, и у вас это депо будет очень долго высвобождаться. Друзья, всем привет! Сегодня потрясающий солнечный денек, и нет ничего лучше, чем в такой день отправиться на тренировку ног. Но перед этим я еду сдавать кровь на анализ СТГ. Сдам свежую партию самотекса, каждую из них мы проверяем, и хочу с вами поделиться информацией, которой практически нигде нет. И мне кажется, это довольно-таки важное вообще для понимания, как сдавать, что мы сдаем, для чего. Итак, анализ на СТГ, самотропный гормон в крови, зачастую является одной из оценочных, в чем, заметьте, не качественных, а оценочных проб на наличие, содержание, эффективность действия на опытный модельный организм введенного гормона ротисомототропного. Давайте обсудим, как вообще можно его вводить. Есть два варианта, наиболее распространенных. Пункт номер один – это введение в подкожно-жировую клетчатку, да, то есть, ну, обычно, как говорят, в жир ставят, да, докурят в пузо, в бока и так далее. Есть вариант номер два – это инъекции, проводимые внутримышечно. Расскажу вам плюсы и минусы каждого из способов применения. Итак, начнем с введения в жировую прослойку. Пункт номер один – вводя в жировую прослойку, мы получаем супер-супер-супер-мизерный эффект местного жиросжигания. Сейчас кто-нибудь загрочит, что нет, это не так, но, друзья мои, есть такая вещь, как фармакопия и лекарственные препараты. Так вот, открываем инструкцию к лекарственному джину и, к примеру, к лекарственному гормону. Открываем инструкцию к лекарственному гормону роста и что мы видим? Там указано – не ставьте гормон роста в одно и то же место по причине возможности возникновения локальной липодистрофии. Что это значит? Что если вы будете колоть гормон роста очень долго в одну и ту же точку, это может вызвать усиленное жиросжигание в этом месте. Оно очень маленькое, очень слабенькое, совсем-совсем-совсем-совсем-совсем незначительное, но оно есть. Дальше, пункт номер два – введя в жировую прослойку гормон роста, в отличие от введения в мышцу, он дольше высвобождается из места депонирования. Депо-вещества – это место, куда мы его укололи. Соответственно, мы получаем более долгий фон повышенного уровня сантропного гормона в крови. Это достаточно хорошо. Дальше, что мы имеем? На этом, на самом деле, отличия заканчиваются. Ну и, естественно, в сдаче. Анализы имеют значение. По сдаче анализов я скажу далее. Итак, введение внутримышечное. Что нам дает? Пункт один. Выше возрастает скорость СТГ в крови. Плюс. Далее. Местное введение обладает меньшей иммуногенностью. То есть, те, у кого бывают покраснения, почесывания в месте инъекции гормона подкожно, то, если вы это уколите в мышцу, на 95% зачастую снижается степень этого неприятного эффекта. В мышце ниже иммуногенности препарат – это здорово. Что это значит? Что при инъекциях внутримышечных гормона роста медленнее будут вырабатываться антитела. В любом случае, это белковое вещество. Чтобы вы понимали, у вас даже антитела на курицу вырабатываются. По этой причине нельзя постоянно жрать одну курицу. Должно быть питание разнообразным. Курица, рыба, кальмары, яйца, говядина, баранина, денек без мяса вообще на протеинчике, овощи, разгрузиться, что угодно. Должно быть постоянное разнообразие поступаемых к вам продуктов. О чем я говорил. А вот. Иммуногенность. Соответственно, инъекции внутримышечные позволят вам применять гормон роста дольше времени, на максимально эффективных, максимально эффективно для вас. Немножечко обгоним товарища. На чем я, почему вы видите другую машину. Это мне дали тест-драйв долгосрочный. Это Audi A7. Это 340 лошадей. Турбина. Она едет, она обалденно рулится. В принципе, ее начинало там жопу сносить только под 160 в очень острых поворотах. На колесевой. И то, все, в принципе, подконтрольно. Тут привод Quattro. Все по кайфу. Мне очень нравится, на самом деле, машина. Если кто-то ее рассматривает, кто-то любит быстрые, заряженные седаны. Очень. Салон, управление, габариты. Сзади куча места. Кстати, багажник очень приличный. Хорошая машинка. Мне нравится. Единственный салон. Я бы хотел себе уже другого света. Надоели черные. Возвращаемся к гормону роста. Инъекция, проведенная в мышцу, обладает тоже рядом своих специфических плюсов. Поэтому, если рассматривать, например, профессионалов, которые дневную дозировку делят на несколько приемов, то я обязательно вам рекомендую тоже делать. Делить пополам. Сколько бы вы ни ставили. Даже если вы ставите минимальные 4 единички, делайте 2 раза в день по 2. В разные диапазоны времени. Я уверен, что это даст вам более хороший эффект. Тут и в рамках скачков сахара. Их просто не будет от такой дозировки. Тут и в рамках дольшего воздействия вещества на ваш организм. В более, так скажем, физиологичных диапазонах. Огромное количество плюсов. Делить. Также можно ставить гормон, например, 1-2 доз перед тренировкой. Что это даст? Пусть незначительное повышение уровня сахара в крови. Вы отлично это выработаете сахар во время тренинга. Это чудесно. У вас будет выше ваш энергетический фон тренировочный. Поэтому этот вариант усматриваю. На самом деле, есть 3 диапазона основных, в которых я бы рекомендовал применять самотропный гормон. Это утро раннее, это за часик до сна, и это перед тренировкой. Я, прошу прощения, какое-то тупое лицо делаю. Передо мной идет автобус, я его хочу объехать, поглядываю навстречу. Далее. Анализ, на который я еду. СТГ. Что он мне покажет? Я знаю, сколько лично на мне в среднем выдает гормон роста. Причем вы понимаете, должны понимать, что у всех людей разная фармакинетика. Именно индивидуальная. Это пункт 1. Дальше. У каждого препарата своя фармакинетика. Это пункт 2. И пункт 3. Каждая инъекция не похожа на предыдущую. Соответственно, если, так скажем, вы укололи удачно энерожировую прослойку, у вас будет пик через 3,5 часа, когда вы область задаете. А если вы уходите в какое-то место, где у вас очень плотный жир, плохое кровообращение, и он как-то инкапсулируется, то у вас может через 4 часа быть практически гормон в референтах. Не потому, что он плохой, а просто потому, что он не рассосался. И у вас на депо будет очень долго высвобождаться. Особенно, если люди сдают максимально прям жирнючие такие, прям такие вот свининка, себя уколола гормон, то, к сожалению, уровень СТГ будет пока очень низкий. По многим причинам. Первое, кисел, он будет плохо рассасываться. Второе, что влияет на СТГ. СТГ это уровень концентрации гормона роста в крови. То есть, нужно понять, концентрация, что это значит? Количество вещества в объеме крови человека. Если мы берем девочку 50 кг и мальчика 100 кг в лучшей форме, конечно, я поменьше, если честно. Так вот, они в два раза отличаются, а мы введем одноковую дозировку по 10 дней. Естественно, у девушки будет значительно выше уровень самотропного гормона в крови. Поэтому дозировка, на самом деле, самотропного гормона, и тут вдаваться в подробности, при медикаментозном назначении лечащим врачом дозировка подбирается исходя из веса, из веса, исходя человека. Это тоже важно. Дальше. Пики. Через сколько наступают? Мы вот поняли, да, с вами, что пики наступают в зависимости от фармакинетики человека, препарата и инъекции, степени ее удачности. Причем степень удачности в мышцу всегда менее относительна. Потому что в мышцу проще. А попасть в мышце везде достаточно адекватное кровообращение, там проще. Обычно анализ на СТГ при уколе в жировую проспойку сдается через 3,5-4 часа. То есть в этом диапазоне натощак мы не пушим, мы проснулись, укололись, через 3,5 часа мы едем в лабораторию сдавать на СТГ. Если мы сдаем с мышцы, то диапазон сучается. Как я говорил, у нас быстрее появляется в крови СТГ, растет. Поэтому наступает пик в диапазоне 2-2,5 часов. Опять же, это в среднем по поликлинике, как говорится. Потому что могут быть и отличия. Вот я сейчас думаю, одежда в лаборатории это воскресенье работает с утра. Ладно, наверное, работает. Дальше. Такие же значения я хочу увидеть. Вы сейчас будете смеяться. Я хочу увидеть 17-18 анаграмм. Вам, если кажется, значение очень маленьким, то, возможно, вы сдавали в ММЕ. ММЕ, когда анализ происходит, то нанограммы нужно умножить на 3.3. Это будет перевод в ММЕ. Соответственно, я хочу увидеть порядка 60 ММЕ анализ. Это для меня. Вообще, если мы рассмотрим, так скажем, если мы рассмотрим непосредственно медицинские данные, то на мужчину весом 75 кг, ростом 175 см, при инъекции 10 единиц самопробного гормона, уровень СТГ в крови должен находиться в значениях от 14 до 30 нанограмм. Потому что у меня, вы помните, да, с кем мы кушали, сухпоек Костян, да? У него, если мы с одного бочонка с ним сдадим анализ, всегда будет примерно на 4-6 нанограмм выше концентрация в крови. То есть по какой-то причине у меня фармакинетика препарата хуже на мне с одной и той же бочкой. То есть когда у меня будет 18, у него будет 24 анализ. Просто в данный момент он в Грузии, поэтому вот должен я ехать сдавать на тест свежую партию. Так что вот это просто, чтобы вы не забивали себе голову цифрами, да? Вот если будет у вас показывать 0,1, это плохо. Потому что вы должны понимать, что 0,1 это, скорее всего, ваш естественный уровень самопробного гормона. Мой натуральный уровень самопробного гормона, правда, не натощак сдавался анализ, но без применения самопробного гормона вообще, у меня показало 0,02. 0,02 мой самотропный гормон и 112 ИФР, мои значения в натуражку. После применения неделю у меня ИФР выросло до 370 в течение одной недели. Потом не сдавал. Да, вот ИПФР является вообще на самом деле более показательным анализом в разрезе проверки качества гормона роста. Тоже огромное количество есть подводных камней, это и ваше потребление углеводов, общее самочувствие, работа вашего кишечного тракта, работа, насколько у вас ИПФР цепляется за, скажем, рецепторы, за свои органы мишени. Потому что, например, там 400-500 это супер, а вот если у вас 800 ИПФР, можно задуматься о том, что у вас он в крови высокий, но при этом он у вас вообще не работает. Есть такие случаи, когда люди говорят, что гармошка у них не работает, а по сдаче анализов у них и СТГ, и ИПФР отличные, а ИПФР вообще в космосе. Я, к сожалению, забыл название фермента, который может также блокировать усвоение, но я как-нибудь озвучу это, обязательно вспомню. Вот то, что касается анализов. Анализ производится забором венозной крови, диапазон времени я назвал, сдавать его лучше натощак. Воду пить по... ну, я пью, я не могу терпеть, я считаю, что это очень сильный стресс. Не думаю, что лишние пол-литра воды за 4 часа прям кардинально повлияют на уровень сфотропного гормона, в моем случае, да, при инъекции 10 изниц. Поэтому эту погрешность я убираю. Вот, собственно, и все. Это вся история про анализы, про то, какое должно быть СТГ от гормона роста. Лично я применяю исключительно на гормон роста Самотекс. Практически все атлеты, генетик и амбассадоры Самотекс, на это дело, используют его. Отзывы хорошие, на самом деле, наверное, рекламы не выдавать лишний не нужно, не стоит. Ролик записан в информативных целях. Я призываю вообще никого, ничего не применять. Вообще, я вас призываю даже не качаться, потому что толка будет, скорее всего, мало. Вреда, скорее всего, много. Вы потом бросите. Оставьте этот отморозком типа меня, типа остальных бодибилдеров. А сами занимайтесь физкультурой. Физкультура это чудесно. Бодибилдинг плохо. Кроссфит неграмотный. Это очень плохо. Это прямо еще страшнее бодибилдинга. Именно неграмотный. Услышьте сейчас, пожалуйста, там, у вас сейчас начало раскрываться пукан, наверное, чтобы бомбануть. Сейчас, поэтому сожмите, я сказал, неграмотный слово. Отслеживайте пульсовые зоны, не задыхайтесь. Правильно выполняйте технику движения. Не перегружайтесь. Не пытайтесь соревноваться в кроссфите. Занимайтесь для себя. Это будет чудесно. Нагрузка потрясающая. И такой, вроде бы, индивидуально командный вид спорта. Мне очень нравится. Чудесно, чудесно это все выглядит. Замечательные мероприятия проводятся. Ну, вот, без фанатизма, главное. Здесь еще, все еще страшнее, может быть, по последствиям. Ну, что ж, друзья, если видео было полезным, нажимайте палец вверх. Если у вас родились мысли, я уверен, что они родились, то пишите в комментариях. Прав я, не прав. Согласны вы со мной, не согласны вы со мной. И если этот ролик зайдет, то я отдельно вам расскажу про, наверное, возможные побочные эффекты и положительные эффекты, которые может оказывать самотропный гормон. Расскажу вам всю правду о том, работает ли он соло. Кстати, да. Или обязательно с химией, как все барыги вам утверждают, что без химии работать не будет. Потому что, конечно, он на гармошке ни черта не зарабатывает, а на витаминках нормально поднимет, гораздо больше. И с вас меньшая сумма потребуется, вам проще это подать. Дальше, что еще? Кучая есть мифов. Давайте про гармошку накидывайте вниз, что вам интересно, про что рассказать. А если вы задумались когда-либо о ее применении, я бы на вашем месте, вот лично я, я бы начал вообще с двух единиц и закончил бы тремя единицами. И в этом бы диапазоне дозировок оставался. Мне кажется, это был бы самый правильный путь, самый верный выбор. И я хочу пожелать вам крепчайшего здоровья, отличного утра, вечера или дня. Я не знаю, когда вы смотрите этот ролик. Я безумно хочу пить, я почти добрался. Анализ я сдам, на самом деле, уже на 4. 4.15 будет после инъекции, но ничего страшного. Всех обнял. Всем пока-два. Да, кстати, как красиво сейчас загорится. Все очень прикольно. Ладно, я не к этому-то включил, чтобы показать. Ребята, очень важный момент, да, вот я сдал кровь, да, и я сейчас поеду заниматься. Это неправильно. Заниматься после сдачи крови нельзя, потому что надо, чтобы ваша рана зажила в Вене. Это очень плохо, я как бы, ну, я вам говорю, да, то, что нельзя. Нужно минимум часа 4 подождать. Я же, конечно, пойду позанимаюсь, потому что я придурок. Естественно, я был натощак, я встал рано, в 7 утра проснулся, у меня с собой арбуз. Ну, просто, амилопектин дома кончился, был арбуз. Главное, чтобы не заговнять футболку. Вот арбузик. Ну, сахар, вода. Все нормально перед тренировкой. Потом Rage Pro 2.0 я приму. Предтрен. Тренировку просто сделаю не очень тяжелую. Вначале еще сделаю кардио подольше. Чисто ради того, чтобы дать время выждать для того, чтобы углеводы немножечко пошли и чтобы ранка подзатянулась. Есть определенные риски для образования наростов на Вене и так далее. Поэтому не занимайтесь подождать анализы. Вот теперь все. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова